Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! Продолжаем рассказ о командном чемпионате мира и сегодня в центре нашего внимания поединок пятого тура группы B, в котором встречались сборные Узбекистана и Польши. Нужно отметить, что перед началом этого заключительного тура группового этапа молодая сборная Узбекистана, действующий олимпийский чемпион, уже обеспечила себе выход в плей-офф. В то время как дела польской сборной были не столь радужны. Поэтому для Польши было очень важно как минимум не проиграть этот матч и надеяться на благоприятный исход матчей других сборных в этой группе B. В этом видео мы с вами рассмотрим партию, сыгранную на первой доске. Лидер сборной Узбекистана на этом соревновании, гроссмейстер Шамсиддин Вохидов, играл против известнейшего польского гроссмейстера, первого номера сборной Польши на этом турнире, Радослава Вайташека. Партия получилась не очень продолжительная, внешне спокойная, но концовка поединка вышла очень и очень красивой. Е4 сыграл Вохидов, Е5, конь Ф3, конь Ц6, слон Б5. Испанская партия А6, слон А4, конь Ф6, два нуля, слон Е7. Ладья Е1, Б5, слон Б3. Рокировку делает Вайташек и после хода А3, черные ставят слона на Б7. Д3, Д6, А3 и черные ставят коня на Б8, демонстрируя маневр Брейера. С4 взяли-забрали, конь БД7, конь Ц3 и конь Б6. Слон отходит, С5 и белые играют Б4. После размена пешек ладьей Вайташек нападает на коня, Вахидов защищает его слоном и тут черные могли сыграть Д5, открывая путь своему чернопольному слону к пешке Б4. Но Вайташек ставит коня на Д7 и после слон Ц4 играет ладья А8, защищая пешку. Вот такие не очень-то убедительные маневры черных. Впрочем, после хода Д4 у Вайташека был еще один шанс продвинуть пешку на Д5 и, как покажет следующий вариант, полностью уравнять положение. Конь бьет Д5, взяли-забрали, скушали, съели, побили, ладья Е3, уходя из-под боя и тут точный ход Е4. С тем, чтобы после взятия закрепить пешку на А5 и сыграть конь Ф6, в конце концов забирая одну из сдвоенных пешек белых по вертикали Д. Отыгрывают черный материал и, как уже было сказано, получают равенство. Но Радослав продолжает не очень-то убедительно маневрировать своими фигурами. Ферзь Б6 сыграли черные, ферзь Б3, защищая пешку и присматриваясь к пешке Ф7. Взяли-забрали, ну и, конечно, брать коня нельзя. Последует конь Д5 со вскрытым нападением на ферзя и под боем слон Е7. Поэтому конь Е5, играют черные, присматриваясь к слону Ц4, белые же ставят коня на Ф5. Слон отходит, ладья Д1, удается разменять слона соперника черным, но после хода конь Е8, второй белый конь пересекает демаркационную линию. Два мощнейших белых коня при поддержке слона Б2, активного ферзя Ц4, обеспечивают белым очень большое позиционное преимущество. Сейчас атакован ферзь. Если им отойти на Б5, предлагая переход в окончание, то белым, конечно, не нужно меняться. Лучше пойти в ферзь Ц3, трижды нападая на пешку. После Ф6 Х4, атака белых на королевском фланге при таких мощных конях идет как по маслу. Но после хода конь Д5, слон бьет Д5. Сыграли черные, уничтожая одного из коней. Впрочем, после ЕД, пешка Д6 уже не подвержена фронтальному нападению, но открывается вертикаль Е. И этот фактор в финале партии, который очень близок, станет решающим. Что же делать черным? Если перекрыть диагональ ходом Ф6, то белый играет ферзь Ж4, создавая мощнейшее давление на королевском фланге. Можно перевести ладью по третьей линии на Ж3. В общем, черным тут очень тяжело. Поэтому неудивительно, что Вайташек хочет разменять хоть одну пару фигур. Сыграл он слон Ф6, но попал под очень мощный удар ладья бьет Е8. Конечно, брать на Е8 плохо. Белые заберут на Ф6 и продолжат атаку на королевском фланге. Так как брать слона нельзя, ферзь Ж4, мат следующим ходом. Поэтому после ладья Е8 слон бьет Б2. Вайташек уничтожил сильного слона соперника, но белые заканчивают партию очень красивым маневром коня. Шаг король Аш8 и конь С8. Этим ходом белые перекрыли восьмую горизонталь, создав угрозу мата. Также напали на ферзя. Здесь Вайташек сдался. Так как после взятия коня просто забираем на С8 с убийственной угрозой взятия на Ф8. Вот такая очень динамичная и интересная партия, в которой гроссмейстер из Узбекистана Шамсидин Вахидов обыграл своего соперника. Стоит отметить, что Польше на других досках удалось отыграться. В конце концов, сведя этот матч в ничью. Благодаря результату этого поединка и удачному стещению обстоятельств, сборная Польши впрыгнула на подножку последнего вагона уезжающего поезда под названием плей-офф командного чемпионата мира. По одному из дополнительных показателей она обошла сборную Израиля, хозяйку этого чемпионата, которая в конце концов осталась за бортом. В четвертьфинале сборная Польши сыграет против победителя группы А сборной Китая. Это, конечно, для польских шахматистов будет очень сложное испытание. Сборная Узбекистана будет играть против сборной Украины. И, честно говоря, в этой паре именно Узбекистан выглядит явным фаворитом. Как бы я лично не болел за родную Украину. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.